Господь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Он всякий садик, первый меня, Твоей любви легка. Иисус, как ты велик с тобой, И тут по пеньке встал, люблю я. О, как люблю тебя! О, свет нам пополнен, Танцуешь тебе любим. Ой, как великого полка, Он может все разменить. Твой Бог умеет любви. Мой Бог умеет любви. Мой Бог умеет любви. Мой Бог умеет любви. Мой Бог умеет любви. Сложи как он идёт любви себе. Ой, как великого полка, Он может все разменить. Мой кот умеет любви Он любит тебя! Он любит тебя! Скажи он любит тебя, дорогой кот! Дорогая сестра! Он за тебя! Поэтому не смущайся и не сомневайся! Он за тебя! Иисус за тебя! Мой кот умеет любви Мой кот умеет любви Мой кот умеет любви Мой кот умеет любви Продолжение следует... 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 Это был вторник, я помню до сих пор, он сказал, в воскресенье я приду на покаяние церкви, в воскресенье я покаюсь. В пятницу я пришел к нему, чтобы договориться, где мы встретимся, чтобы пойти в воскресенье. И выходит его жена, заплаканная, и говорит, мой муж умер. В воскресенье он пообещал, что он приедет к покаянию. Прошло много времени, очень много, этот случай не давал мне покоя. Я не знаю, почему я сейчас говорю, но просто Дух Божий положил мне на это сердце, в мое сердце сказать именно это. Я знаю, что многие сегодня здесь люди никогда не свидетельствовали еще о Боге людям, по разным причинам. Многие стесняются, многие думают, что у них не получится. Но я хочу сказать, когда ты придешь на небо, ты не возьмешь с собой ничего. Только единственные бесценные души, которые получат спасение через твою евангелизацию, они будут свидетельствовать, они будут твоим венцом там на небе. Я расскажу второй случай, который произошел в моей жизни. Однажды я с женой ехал, летел в Америку, и мы летели через Лондон. Пересадка была в Лондоне. Мы сели в Киеве, в Борисполе, в самолет, самолет был полупустой, почти пустой. И мы сели три места с этой стороны, три места справа, мы сидели справа. Жена села с краю, я возле окна. Самолет полупустой, и мы начали молиться с женой. Господи, дай, чтобы к нам никто не сел, чтобы мы сидели свободно, летели до Лондона, сколько там, два или три часа где-то лететь. И мы начали молиться, Господь, дай, чтобы к нам никто не сел. Цел этот пустой, много мест пустых, много людей сидят по одному человеку на три места. И мы так усилий намолились, но Господь и услышал нашу молитву. И приходит один мужчина, очень благородный мужчина, такой всегда власный, красивый такой, в таком красивом плаще. И он говорит, вот мой билет, вот тикет мой, вот ваши места, я хочу здесь есть, пожалуйста, мы. Посмотрели друг на друга с женой. И два часа мы общались, жена заснула, а я общался с этим мужчиной. И он рассказывал мне интересные вещи, кто он, он являлся крупным бизнесменом. У него очень большая недвижимость в Лондоне, очень богатый человек, он занимался морским речным транспортом, что-то связанное с танкерами, и имел много денег. И за два часа мы настолько расположились друг к другу, что он пригласил нас в гости. Он сказал, можете ли приехать ко мне, будете когда в Лондоне, приедете ко мне, отдохнете у меня. Мы когда уже выходили с аэропорту, он обратился к моей жене, ко мне снова приглашал нас, чтобы мы пришли, приехали к нему в Лондон и отдыхали у него. На протяжении двух часов мы рассказывали ему обо всем. Я рассказал, что я хожу в церковь, что я верующий, что я депутат, что я тот, все, все, все рассказал. Но на протяжении двух часов Дух Святой говорил мне, приведи его к покаянию. Расскажи ему об Иисусе, чтобы он покаялся. Я сидел, как на жареной сковородке, но я не сделал это. Прошло уже 10 лет, я помню этот случай. Дух Святой постоянно двух встречал, я не двух часов говорил мне, приведи его к покаянию, приведи его к покаянию, пусть он с тобой помолится. Тем более я сказал ему, что я верующий, что я хожу в церковь. Казалось бы, что мне оставалось еще сказать ему, Дух Святой звал меня, будил, сделай эти вещи. Это было до Нового года. Через два месяца мы возвращались с Америки. Я приехал в Киев, взял визитку и звонил. Говорю, можно такого-такого-то? Поднимает мужчина, на этом номере говорит, а кто вы? Я говорю, я с ним познакомился в самолете, мне дали, он дал мне визитку. Он дал мне визитку. Знаете, что он мне ответил? Говорит, извините, ровно месяц назад мы его похоронили. Вы не представляете, что со мной произошло внутри. Мой Дух, кричит, уже 10 лет. Ровно месяц назад мы его похоронили. Дух Святой звал меня и говорил, приведи его к покаянию. Знаете, много сегодня людей, которым Бог дает возможность встретиться с другими людьми. Не просто Бог кого-то подводит к тебе. Вовремя или не вовремя приведи его к покаянию. Расскажи ему об Иисусе. Не твое дело, спасется он или не спасется. Ровно через месяц человек умер. Молодой человек, ему было лет 50, в хорошем состоянии. Хороший бизнесмен. Дух Святой знал наперед, что через месяц его будут уже закапывать в землю. И Дух Святой говорил мне, приведи его к покаянию. Он мог бы быть на небе. Но благодаря моему непослушанию, может быть, он уже в аду. Я не хочу сегодня, чтобы ты был непослушен Духу Святому и говорил, ну, это не мне. Мы можем сегодня веселиться, мы можем радоваться, а вокруг нас полебает мир сегодня. Каждый человек, если у нас сидит здесь тысяча человек, если ты сделаешь систему, что хотя бы в год ты приведешь одного человека, и только проявишь, но и заперпишешь его, как вчера пасам сказал, то здесь будет не тысяча, а две тысячи людей. И если это ты войдешь в систему, что каждый год ты должен приводить людей к покаянию, молиться за них, привести эти бесценные души, церкви будут расти, церкви будут наполненные. Когда ты придешь на небо, ты смело будешь смотреть Богу в глаза, ты скажешь, Бог, вот те люди, которых ты даровал мне, которых ты подводил ко мне, и я сделал твою работу, я говорил им о крови твоей, что кровь твоя, она сильна спасать, кровь твоя сильна исцелять, кровь твоя сильна разрушать всякое проклятие. Вы знаете, последний день, я не хочу увидеть того человека в аду, чтобы Бог сказал мне, посмотри, я звал тебя, чтобы ты призвал его к покаянию, но ты не призвал, и кровь этого человека на твоей голове. Я не хочу иметь это проклятие, я говорю, Бог мой, прости меня. Сегодня многие люди, они нуждаются в этом прощении, я знаю это. Я говорю, что Бог Святой мне сказал правильно, если сказать это. Вы знаете, сегодня ты должен говорить об Иисусе, не стесняясь. Я иногда смотрю на себя, думаю, Бог мой, почему? Я проповедую везде. Где бы ни было, меня все знают, даже к Макдональдсу подъезжая, когда я расплачиваюсь возле Макдональдса, если мне некогда, где-то надо быстро покушать, я достаю такую картину, у меня есть. И здесь написано Иисус и дьявол, и написано на чьей стороне. Я говорю, девушка, вам нужен Иисус, я вас приглашаю в церковь. Везде, где бы я ни был, я говорю об Иисусе. Думаю, Бог, почему ты здесь закрыл? Почему у меня разум закрыт был здесь? Вы знаете, я хочу сказать вам одно место, напоследок, и я уеду сейчас. Это одиннадцатая глава царства с первого стиха. И пришел на нас амонитянин, и осадил Иовис Гавацкий, и сказали все жители Иовиса Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им на нас амонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля. Именно говорит, что амонитяне осадили Израиль, и они были в осаждении, и для того, чтобы заключить договор, перемирие, он сказал, я заключу с вами, но я положу бесчестие на весь Израиль, я выколу, сделаю, значит, правый глаз, выколю у вас, у каждого. И сказали ему старейшины Иовиса, дай нам сроку, семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы Израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. То есть мы сдадимся. Послушайте, я хочу сказать вам, что сегодня Бог призвал каждого из вас, меня вас Бог призвал, и каждый из нас наделен дарами Духа Святого. Мы имеем помазание, но помазание, оно включается в определенное время, в определенный момент. Ты можешь быть обыкновенным человеком, ты просто ходишь в обыкновенный Владимир, или обыкновенная Галина, или обыкновенный Виктор, но вдруг, когда Бог хочет использовать тебя, помазание включается. Послушайте, что дальше произошло. И вот они пришли, и послы в Дифу, Саулову, и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. Библия говорит до этого, что Самуил руководил страной, священник, пророк Божий, но народ сказал, дай нам царя, чтобы это было как во всех народах. И Бог сказал, послушай их, пусть будет царь у них. Он помазал его на царя. Он был царь, он был помазанный. Он мог совершать большие чудеса в своем народе, как помазанник, как царь. Но смотрите, что произошло дальше. Библия говорит, и вот пришел Саул позади волнов вскоре. Саул был помазанник, но он даже не ощущал, что помазание на нем. Он даже не вошел еще в роль в царях. Он ходил с волами, он был пастух, и он самый последний пришел с народом. Если сегодня ты думаешь, что ты просто обыкновенный пастух, то послушай, помазание на тебе. Ты не должен просто ходить с волами и не чувствовать, что ты никто. И чувствовать, что ты никто. Ты должен знать, что ты кто-то, что ты помазан. И в определенный момент, когда ты подойдешь к людям, нуждающимся в Иисусе, в этот момент тебе не надо думать, о чем говорить. В этот момент то помазание, которое внутри тебя, оно начнет двигать тебя. В этот момент, если человеку будет нужна совместерение, в этот момент помазание включится, чтобы исцелять этого человека. В этот момент ты будешь сам себя слушать, что ты говоришь. В этот момент ты будешь наблюдать за собой, что ты делаешь. Потому что помазание будет руководить тобой. И послушайте, этот Саул, который даже не понимал, что такое помазание, он пришел вместе с волами. И вдруг, послушайте, когда он пришел, он спросил, что происходит? Почему крик? Почему вопли? Почему народ плачет? Он услышал вопли народа. Почему народ идет в ад? Почему их должны выколоть глаза? Почему они в осуждении? Почему они должны стоять на пути погибели? И вдруг, смотрите, включается помазание. И пересказали они жители Иеруси и Иеруси, и все Саула. И вдруг, в 6 стихе написано, и сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии. Вдруг на обыкновенного пастуха, но помазанного, на обыкновенного христианина, но помазанного, в этот момент сошел Дух Божий. Он услышал слова сии и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару голов и рассек на части, послал во все, во весь Израиль и сказал, со всяким так произойдет, кто не пойдет с Саулом. Послушайте, помазание включится в тот момент, когда ты будешь говорить об Иисусе. Помазание включится в тот момент, когда Бог увидит, что ты послушен Ему. Почему? Если бы я был послушен Богу, я верю, что Бог бы сделал свою работу, человек бы этот не пошел в ад. Сегодня я хочу, чтобы, если ты не знаешь Иисуса, я хочу тебе сказать, не иди в ад, ты нужен Иисусу. Если твои родственники нуждаются в спасении, пойди и скажи им, промоли эту серу, приведи к покаянию. Если ты встретишь людей в автобусе, скажи им об Иисусе. Если ты будешь стоять на остановке, скажи им об Иисусе. Бог не просто так подводит людей к тебе. Всех людей, которых Он подводит к тебе, Он подводит для того, чтобы они были спасены и получили спасение, потому что ты есть контакт Духа Святого. Аллилуйя! Поэтому я благословляю вас, желаю билых ваших благословений. Пусть Бог обильно вас благословит, потому что я сейчас улетаю. И я верю, что через некоторое время мы снова встретимся на этой земле. Спасибо вам большое. Если здесь люди, которые еще не приняли Иисуса Христа, помашите рукой. Такой хороший призыв, чтобы не упустить этот момент. Если здесь люди, которые вы еще не заключили завет с Богом, вы верите в Бога, но только в душе. Вы никогда не исповедовали Его перед людьми, перед Богом, во всем толком. Поднимите руку тогда. Есть такие люди или нет? Придите ко мне. Придите вперед. Благословение вам. Владимир Диодин, Танас. Пусть Бог благословит вас. Все, Боже. Липистое благословение вам. Слава, Иисусу. Слава, Иисусу. Если есть еще, быстро идите вперед. Давай, 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 бегом. Бегом, Иисус. Бегом, Иисус. Мы живем весьма последнее время. Настолько последнее время, что мы даже не ожидаем. Поэтому мы и видим глади, моды, землетрясения, этнические конфликты. Это все признаки последнего времени, в котором мы живем. Люди ждут, что кризис пройдет. А я хочу сказать всем людям, кризис будет еще сложнее. В том году был кризис, в этом еще хуже. В 12-м году будет еще хуже. Только не у меня. И не у тех, кто грозит. С подробностью избежать всех будущих бедствий, гротущих на всю вселенную. Бодрствуйте. Противостайте этому. Поверьте, что Бог, которому вы посвятили своей жизни, Он не оставлял вас и не оставил. Поэтому сегодня вам нужен Иисус. Сегодня всем нужен Иисус. Поэтому давайте бегом к Иисусу. Закройте глаза, чтобы вас никто не смущал. Нарисуйте в своем воображении Иисус, который висит на кресте за ваши грехи. Он сошел на эту землю, чтобы примирить человечество с Богом. Он единственный путь, единственный мост между землей и небом. Между человеком и Богом. И поэтому только вера в Иисуса Христа, а вера, она говорит, она исповедует, она повторяет одно и то же. Это есть вера. В любых ситуациях я говорю, ты мой Господь. У меня проблема, я рисую, с кому мне идти, ты мой Господь. И я иду к тебе. Ты Бог мой. Ты упование мое. И в любых испытаниях только Бог мой. Поэтому скажите Ему закрытыми глазами, но открытым сердцем. Скажите, Иисус, повторяйте за мной, скажите, Иисус, я верую, что Ты мой Господь. И Ты висишь на кресте за меня, вместо меня. Ты взял мои грехи на себя. И поэтому Ты, святой, умираешь за меня грешного. Спасибо Тебе, Иисус. Я верую, что Ты умер за меня и воскрес для моего оправдания. Я благодарю Тебя, ибо Твоя победа теперь, это моя победа. Спасибо Тебе. Я принимаю Твою святую кровь в свою жизнь. Я отрекаюсь от Тебя, Сатана. Грех, проклятие, болезнь я Тебе больше не принадлежу. Иисус, я исповедую. Ты мой Господь. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава. И мы помолимся за вас. Туда встри те руки, церковь, имени Иисуса Христа, разрушаем в драта ада. В жизнях благоценных Тебе, людей, Иисус, за которых Ты умер на кресте. Я призываю Твою благость на их жизнь. Твое покровительство, Твой покров, Твоя благодать в их дома, в их здоровье. Воды их по жизни с этого момента. Воложи в их сердца любовь к церкви, любовь к Богу, к Слову Твоему. Пусть Евангелие станет живым. В их устах, в их сердце придет понимание Божественной Твоей любви. Вдуки Твои предаю этих людей Твоя защита. Да будет так. По миду. Аллилуйя. То, что с вами произошло, если вы молодили Иисус, и умерли в сердце, это Бог называет духовным отрождением. И вы начнете видеть, что как Бог как будто вмешался в вашу судьбу. И это не как будто, это правда. Бог не может войти в жизнь человека, если человек не пригласит его в сердце. Когда я приглашаю Бог, когда вы приглашаете его в свое сердце, он приходит. Когда вы молчите, и вы говорите, ну Бог же знает, Бог знает, но он никогда не придет. Это дьявол, он входит в жизнь в веролом. Бог нет. Он творец. Он сотворил нас в свободной воле. И поэтому он не может переступить через то, что он сотворил. Это выбор он дал нам в руки. Я 30 лет назад выбрал жить с Иисусом. Я счастливый человек. 25 лет я прожил проклятой жизнью. Но я верил в Бога в душе. Потом я верно начала исповедовать, и сегодня я говорю такие вещи, что дьявол боится меня. Смерть уходит, убирает ад и печень. Не потому, что дьявол боится меня, а потому, что я верю в Бога. Не своей логикой, не своим чувством, а на основании Слова Божьего. Это мой Библия. На основании Библии я не веду своими чувствами. Я не веду все, что случается со мной. Я не веду в это. Я сумасшедший человек. Я веду только Слово Божьего. И если я веду только Слово Божьего, то, что я веду, становится реальностью моя жизнь. Болезни уходят, нищета уходят, проклятие уходят, плохие общения уходят, злоба уходят, гнев уходят, благодать приходит. Ходожжице Иисус. Иисус Ходожжи, а дьявол плохой. Поэтому мое вам желание, мое вам наставление, мой вам совет присоединяйтесь к Донецкой Патриотестантской Церкви. Присоединяйтесь к Епархии Донецкой, если вы с него вот это, присоединяйтесь. Вам повезло, я не знаю, почему вас Бог не вон на это место. Как вы сюда попали, это загадка. Но Бога все склонировано для каждого из нас. И вы здесь не случайны. Вы здесь по воле Бога. И вот если вы начнете ценить дарованное вам Богом, не человеком, вы станете великими людьми. Ваше прошлое и ваше настоящее невозможно будет сравнить. Оно не будет, нельзя будет сравнить. Мое прошлое, я говорю, настоящее, в горе уже не знаю. А, пройдите вот за нададью, чтобы у меня времени уже нет. Вот заслужите в фойе, пройдите там. А завтра встреч, я хотел бы с вами в 18 часов встретиться, вас буду встречать в центральный вход в Диос. И если вы придете, можете своих мужей взять с собой. Прямо в центральном входе вас будут с плакатом стоять и проведут там, где у нас здесь много мест, где будет приготовлено для нас место. И мы сможем там пообщаться, за чаем, помолиться. Я буду очень рад, если вы придете на благословитель возраста. И как у него тебя на шаре на сцену, если у тебя есть секция, надо, что почувствовать и молча в нервной жизни. Если у вас написано, или он, дай мне, пожалуйста, уже не отчета подсидеть, или ты на сцену АТО, а? Или ты прям сразу на сцену, или он, потому что нам так бандавилось, когда ты вчера был на сцене. Так бандавилось, я не знаю, как будто такая освежесть, свежая, по-моему, зараживая лимон и анатолий, как будто они взяты из другого совсем источник. Но тем, вот в этом, посвежение, на самом деле, такое внутри благодарное не выразить словами, потому что как я уже там смотрел, откровение, это то, что я начал ценить в своей жизни. Когда кто-то дерется, когда это касается моего внутреннего человека, что там происходит, как Дарит, но вот это слаще меда твои откровения становится. в итоге проблема для всех откровений. Но я это понял, что это следует. Но благословит вас, Господь, хотел бы, чтобы вы еще поделились со с нами, со сетей, проделать Дима, не успел это все. У нас до утра много времени. до благословения. Гаврили вы. Друзья, для кого благословение это время, которое это проводит? Тогда мы связываем с собой. Иисус, я благословляю имя Твое. Еще раз скажи, Иисус, я благословляю имя Твое. Скажи еще раз, Иисус, я благословляю имя Твое. Скажи еще раз, Иисус, я благословляю имя Твое. Иисус, я благословляю Тебя. Аллилуйя. Вот тайну большие дочери подусмена. Друзья, все, что здесь происходит, это не что иное, как открытое небо. Что такое открытое небо? Это благоволение Бога к тебе. Это благоволение Бога ко мне. Это Его благодать. Это Его отношение. Аминь. И когда я читаю Иакова, я вижу, он говорит, кому не достает мудрости, пусть просит у Бога. О какой мудрости он говорит? О мудрости понимания воли Бога. Понимания Его Слова. Знаешь, человек загадка, да? Но мы все равно прочитаны Богом. Мы как открытая книга для Него. И так же Бог, Он желает быть понятым тобой и мной. Он желает открыться тебе и мне. Потому что понимание Бога это благословение наших судеб. Аминь. Понимание Бога это и есть путь от веры в веру, от славы в славу и от силы в силу. Аминь. И я понимаю одно, что моя жизнь сегодня, мои победы или мои поражения, мои неудачи или мои достижения, это следствие моей вчерашней жизни. Моя жизнь и все, что я получил сегодня, это последствия того, как я жил вчера. Аминь. И то, что я буду иметь завтра, это следствие, что я буду сегодня залаживать свою судьбу, мои действия, мои отношения, мои поступки. Аминь. И я верю на все сто процентов, что Бог сегодня желает открыть небо в твою и мою семью. Он желает открыть небо в жизнь твоего ребенка. Он желает открыть небо в твое служение. Он желает открыть небо в твой город в конце концов. Аминь. Слышишь меня или нет? Я верю, что сверхъестественные вещи, они приходят на естественную платформу. Аминь. Каждому из нас необходимо вмешательство Бога на территории нашей жизни. Но я верю на все сто процентов, что ты и я мы приготовляем путь Господу. Аминь. Я знаю, что мы отсюда разъедемся. Но я хочу, как говорил бастер только что, братья, вы в теме. А я сижу, что-то происходит, а я сижу, а я не только в теме, я и в доле хочу быть. Аминь. Я хочу, чтобы все, что здесь происходит, это стало частью моей жизни. Аминь. Ты слышишь меня или нет? Ты слышишь или нет? Скажи, я хочу быть и в теме, и в доле. Аминь. Друзья, почему? Потому что, когда ты приедешь домой, мы же не духовные наркоманы, которые живем от переживания до переживания. Я хочу пребывать и надеюсь, что ты этого хочешь, в этой благодати, которую ты испытываешь сегодня здесь. Аминь. За пункт, что я сейчас тебе скажу, Бог говорит в начале и в конце. О процессе происходит все, что угодно. Он дает высказаться людям. Ты можешь услышать разные мнения в свой адрес, но ты зависишь от него. Последнее слово всегда за ним. Он есть начало и конец. Он альфа и омега. Слышишь меня или нет, дорогой друг, и я знаю, что сверхъестественные вещи, они приходят на естественную платформу. Как? Ты задаешь этот вопрос, как это сделать? Слово Божье говорит, все, что свяжешь на земле, будет связано на небе. Все, что разрешишь на небесах, будет разрешено здесь. И я хочу, чтобы ты и мы поняли, что твоя и моя жизнь это не что иное, как отпечаток той жизни, той судьбе, которую ты имеешь в отношении с себя в духовном мире. Слышишь или нет, диктуют условия не земля а небеса, а небеса диктуют условия земле. Слышишь или нет, скажи на это аминь, скажи на это кровь аминь. Небеса диктуют условия земли, поэтому на мне и на тебе сегодня, как никогда, большая ответственность молиться и верить открывать небеса, изменить судьбу наших городов, наших свяжений, наших семей, нашей жизни в духовном мире, чтобы потом этот духовный мир, он просто обрушился благословением в твой дом, в твою жильбу, в твою жизнь, в твою церковь, в твой город, в нашу страну и принес великое благословение. Так или нет? Я вижу тут мало верующих. Аминь, знаешь, что это такое? Я хочу, чтобы это было в моей жизни. Это не просто я согласен, это да, это необходимо мне. Аминь, слушай, встань на доти свои и закричи, Боже, открой небо, мой дом, мою семью, мою церковь, в честь моих детей, мой город, воина Иисуса Христа. боже, я могу Другая, о каждом человеке, как никогда раньше нам необходимо особенное присутствие в нашей жизни Тебя. Мы зависим от Тебя, мы имеем Тебе великую необходимость. И пусть Твое прикосновение каждому из нас, оно будет историческим. Пусть встреча с Тобой, она будет незабываемой. Мы не хотим жить, как прежде. Нам необходим новый уровень взаимоотношений с Тобой. Мы сегодня заявляем в духовный мир. Открой нам себя по-другому. Открой нам себя по-новому. Дай нам понять Тебя. Дай нам разуметь волю Твою. Дай нам иметь понимание о главном. Человек, угодившим Богу, какая разница, когда ты кому-то не угодил. А если ты слышишь, дорогой друг, не угодил ему, то какое имеет значение, кому ты вообще угодил. Пусть Бог благословит Твою мою судьбу по-особенному. Слава Господу, сажитесь с ним. Я очень рад, потому что я и знаю пастор Сергей. Действительно, вчера, когда мы сидели за столом, видя его поведение разного, я по-португальски женой сказал, действительно, в этом человек искренности. Поговорит, что, как он говорил, уже стал ненормальным человеком. Я подтверждаю его слова. Я его поддерживаю. Действительно, мы должны быть безумны в ресторане. Если ты очень нормальный, ищите что-то другое. быть верующим, это не для тебя. Если ты ищешь ответ на все, христианская жизнь, это не тебе. Но пастор, мне нужно знать, почему это так. Почему я родился в Украине, и не в Бразилии. Почему я такой белый, но не как ты, черный. Ну почему? А почему? А почему такая жизнь? Почему я такая молодая? Почему я такая красивая? Почему я такая красивая? Он некрасивый. Ну почему? Все, что нам нужно делать, это верит. Тебе знать ничего не надо. И знание принесет тебе усталости. Между ковечком, я имею в виду, что знание, конечно, добро пожаловать. Вы знаете, в последнее время Бог мне кое-что открыл. И это внутри меня бурлит до сегодняшней недели, после этого. Но прежде того, как я буду поделиться с вами быстренько, то, что Бог положил у меня на сердце, прямо сейчас у меня волнение такое внутри. Потому что наш друг, мы молились за него вчера, за Жанцова. И сегодня утром он звонил и сказал, что буду играть в сборной Бразилии. Когда я встал, видел, как я говорил, и прямо сейчас я сидел, когда моя жена и звонила, говорит, Джатсон начал играть. Испорная Бразилия в Амин, то же шотландцы. Правда, я сказал? Шотландцы. Вам повезло, русский язык учить не надо. Мне не очень. и прямо сейчас он играет, я очень благодарен Господу, в молитве нахожусь, чтобы он показал очень хороший футбол и утверждался в команде. Потому что его цель евангелизировать. и будут, следующий чемпионат мира будет в Бразилии. И он готов проповедовать на всю мир. И мы молимся успогласно, ведь, может, он же и Гоза был. Я не знаю. Дай Бог. Откройте ваши Библии. Бытие. 1 глава 26 стих. Я вам скажу сегодня что-то другое. Может, вы никогда не слышали об этом. Но я в этом верю. И слово Божие написано. Сказал Бог, сотворил человека по образу нашему, по подобию нашему. И да, владействуют они над рыбами морскими и над птицами небесными и над скотом и над всю землю и над всеми годами гадами. Гадами. Если и поподоблю и подоплю своему, аминь. тогда завод хочет делать новую модель новая машина, директор дает команд и сделает мне одну двигатель, одну машину. и они делают. И он говорит, что она гоняла 200 километров в час. Они делают двигатель, готовят машину, и сделается, и делается, и делает еще раз. И в конце концов они пришли к выводу, что машина хорошая. И потом руководство этой завод я прошу прощения, если не так склоняю русский язык, освобождение еще не получил от русского языка. Слава Бога. Мудрое слово буду хранить и повторять. И после всего, как машина готовая, дает команду, делает и еще 2000 такие машины. Сначала было слово. И слово было и слово был. И все, что делались, не делались без слова. Аллилуйя. Однажды Бог решил сотворить человека по образу и по подобию своему. Для того, чтобы они что делали? Два. Вы знаете, я вчера рассказал тут один вещь, что рус руководит мир сегодня грецкая философия. Платон, Сократ и так далее. Вот что руководит мир сегодня. Пошел какое-то время, римская импера завоевали греки, и они стали руководить мир, царство в мире. Но грецкая философия осталась. Дорогие братья и сестры, определяет наш с вами потенциал, вы знаете, кто определяет? Завод. Кто нас сотворил, определяет Бог. определяет наш потенциал. Что я имею ввиду? Когда они сделали первая машина, без наших с вами совет, они поставили там, что машина может гонять на 200 километров в час. И спрашивают нас, может не мы гонять на 200 или не можем. Они сделали текст и поставили там номер. машина может гонять на 200 километров в час. Аллилуйя. Слава Богу. Если Бог не спрашивает или просил у тебя что-нибудь, Он знает, что ты можешь. гоняем гоняем на 100 километров в час и говорим себе, я не могу, но гоняй на 250 не могу, можешь, потому что Он сотворил человеку по образу и по подобию своему. Аллилуйя. Есть что-то в тебе Божьего, а ты сам не знаешь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Но что не дает нам гоня на 200 километров в час наша с вами культура? Возьми. Грецкая культура. Греки определили, что существует царь и все остальные кто? И кто? Поэтому Папа Римский считает себя почти Бог. И все поклоняются Богом. И эта культура перешла к нам в церковь. Кто-то считает себя какой-то огромный, великий, я апостол, я хочу быть это, хочу быть. Да нет! Философия я не братья и сестры, поймите меня правильно. Он избирает одного апостола, другие пророков и так далее. это он, это его там. Но когда я говорю, я хочу вландовать это философская, грецкая философия, когда мы почти не поклоняемся паста, но царство Иисуса Христа по-другому он сам царит. Хер Аллилуйя, 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 все могу, укрепляешь меня, Господь. Ты можешь, грецкая культура говорит мне, и умрешь беды, неправильно. Это не философия Иисуса Христа. Да, Иисус сказал, я не пришел для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы служили. А ты кто считаешь, за кого ты считаешь вообще? Аллилуйя, аллилуйя, ты можешь, тебе большой потенциал определил это сам Бог. Иисус сказал, пастор, ну не могу, 30 км в час, это много для меня. Декто определил, что ты можешь гонять до 200 км в час сама заход, и она поставила там то, что ты можешь. Ты можешь, ты можешь вот, вот, сколько много, сколько много информации, что мы можем гонять, можем. Потому что определяет наши с вами потенциал заход, и сотворил человеку по образу нашему, по подобию нашему, и так владействую. Хватит мафия в Донецке, в Одессу. Хватит мафия в Донецке, в Одессу. Просто ты еще с ума сошел? Нету. Не, нормально, что нормально, не переживайте. Не переживайте. Да. Я удивляюсь, как русская, украинская культура, говорят им, а мафия уже присутствует. Ой, Боже, ой, мафия. Они, 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 они кто? Вот. Вот он определял. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Давно действует. Давно действует. Сестра, образования нету, ничего страшного. Вот сотворил, текай, поставил 200 километров в час. Что вам думают? Ох, ферроин. Ох, если верующий уже 20 километров, это там остаться. Он уже горит на 500 километров в час. Что? Аллилуйя. Вот горит, просто горит, двойник этой стола. Я вам честно говорю, и проповедовать не могу по-другому. Гразильцы такие ненормальные. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Боже мой. И сотворил Бог. И сотворил Бог человека. По образу нашему. По потоку нашему. На владельцу это мы. Над рыбами. Над пятицами. Над скотами. И над всю землю. Аллилуйя. Сальков. Прослись. Прослись. Это мы будем владельствовать. Это мы. Это мы. Твой нерпопреклятый. А-а-а. Робокар, обращай, робокарю. Аллилуйя. Аллилуйя. Прослись они нам такими нормальными. Не приживайте. Они сумасшедшие. Да, владельствуют. На всю землю. На всю землю. На всю землю. На всю землю. Бог. Это Бог определяет. Это Бог определяет. Да. Сот километров в час. Сот километров в час. И зашло. Он. Определил. Наши славы. КАВЕКСИЯ. БОСЕ НА СЕЙСКИ. АПЕЛУЯ. Слава Богу. Слава Богу не моя культурой. Прослись. ПОЛИСОК. И МАУ. Культура, я пришел, даже шутить у вас нельзя. Закратишинка, история правда. И шутить нельзя. Пошли дальше. Поехали, правда? Поехали. Алилуйя. 10 километров не смогу, азиат. И поехали. Алилуйя. Второй момент. Срочно так, мы сетонас уже внутренне. Алилуйя. Он сотворил птицы После того, как он закончил Тарифу сотворения После этого он сказал птицам Идите в факультет И научись птицам Сейчас надо учебу пройти Отучи Тебе нужно знать, что такое полета Что ты знаешь Тебе нужна информация Учиться надо, потому что Сейчас тебе нужно И так На самом деле Они никогда не пошли в школу Родились И уже готов к полету И так Это уже внутри их Учебно И осознанно Они родились И уже готовы Рыбой Он сотворил для того, чтобы они Гаврилуя Все, что Бог Хочет У тебя Уже там внутри Если у тебя будет возможность И школу закончить Факультет Геологический курс Слава Богу Аминь Но твое призвание Уже окончено Внутри тебя Аллилуйя Аллилуйя Я еще вам скажу Еще одну момент Очень такой Великий Смотря Пастор Сергея Смотря на него Хочется Делать то, что он делает Не делая во имя Иисуса Ищите Своё призвание Потому что То, что дает ему жизни Убьёт тебя Ты смотришь на рыбу Вот как они Парлают У меня птица Смотрит Ну я хочу Я хочу И она умер Не делай То, чему Бог Тебя не призвал Наука Уже подтверждали И знаете Что Обновляет силу Птицы Сама работа Лита Они летают Это обновляется Сила у них Они Еще больше летают И еще больше Сила Птицы Реба Держит их Жизнь Это сама Функция Прилота Убиват Плава Плава Вот Плава Это дает им жизни Если то, что ты делаешь Сегодня Дает тебе депрессия Усталости Во имя Иисуса Плава Христа Ищите Своё Личное Призвание И начинай Ищи Когда я проповедую Я могу там что-то делать Но когда я проповедую Я живу Я успою Успалости И на это Я иду в Фразилию И проповедую Каждый Пятый Суббот Воскресенье Для 5 тысячи 10 тысяч Проповедовался Час Усталости Никакой Но Довольнее Жизнь Появляется Аллилуйя Будьте Высмотреть На Вашу Раба Свету Господи Столько делается И жизнь Появляется Наоборот То Что Держит Наши Жизни И Здоровье Это Дело К чему Бог Нас Призвал Не питайся Делать То Что Я Делаю Ты Умрешь Аллилуйя То Что Дает Мне Жизнь Убьет Тебя Пусть Слава Господу Что Есть Хорошая И Совершенная Воля Божия Для вас Божьим Аллилуйя Первый Тайм Закончил Аллилуйя 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 Почитаем Притчу И Вятнадцатая Глава И Двадцать Первый Стих Читайте Пожалуйста Вятнадцатая Глава Многого Замыслов Сердца Человека Но Состоится Только Определенное Господа Еще раз Давай Почитаем Много Замыслов Сердца Человека Но Состоится Только Определенное Господу Еще раз Второе И Второе Часто Но Состоится Только Определенное Господу Смотрите Сюда Я Всегда Это И Сделаю Повторю Силу Вот Определенное Господа Тогда Слово Божье В Откровение Хабадик Что Иисус Агресс Божий Был Заклан До Создания Мира Бог Готовил Смерть Иисуса Христа Готовил Проект И Отошел И тут Он Начинает Совершить То Что Он Там Закончил Поэтому Я Вчера Тут Говорил Я Хоченный Это Таре Смеются Они Греки Просто Еще раз Скажу Я Хоченный Человек Хоченный Не Коченный Он Не Коченный А Коченный Ха Ха Русский Народ Правильно Хрелуя Слава Господу Бог Никогда Ничего Не Начинает Сначала Но Все Начинает С Концом Я Еще раз Повторю Вы Не Поняли Бог Ничего Не Начинает Сначала Бог Все Начинает Сначала Сказать Тогда Бог Определил Что-то Тебе Бог Закончил Проект Называем Филимон Суарис Я Пошел И Потом Филимон Второго Юля 1971 Году Родился Чтобы Начина То Что Бог Закончил Доказательство Что Бог Что-то Уже Закончил Это Твое Рождение Дьявол Безум Сейчас Боже Что Кому Нельзя Это Безум Я Питаюсь Их Обманывать А Важно Что Умер Будущий Беду Ты Беду Брешь Нет Доказательства Что Бог Что Доверника Определил Тебе Это Твое Личное Рождение Поэтому Вместе Вот Победите Вместе Вместе Один Наверно Ты Видишь 50 Человек С Да У Какой С Твое У Твое выручение, вы уже сохрани. Представляете, почему? Потому что ты видел. Ха! Ты закончили. Ну и что тут? Слава Богу, бесполезна сатана. Бесполезна мир. Бесполезна враги. Бесполезна архея, которые в сахитуют. Бесполезна те, которые бросают камни. Бесполезна паста. Бог! Отпечеляю! И ты найдешь! Этого будет! Уже! Шар! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Я принимаю культуру небес. Греческая культура, ты под моими званиями. Я опрякаюсь от тебя. Дьявол, ты плохой. Иисус, ты хороший. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. За малое время, но так многое время. Спасибо тебе. Телелон, я люблю. Искренне. Искренне. На самом деле, это то, что он говорит, оно живет в нас. Это культура демоническая. Страх перед вышестоящим. Страх перед вышестоящими. У тебя страх передо мною, у меня страх перед вышестоящими. Это дьявол. Пока мы не освободимся от этого, хотя бы в церкви. Хотя бы в церкви. Мы должны в церкви освободиться от этой культуры демонической. Мы братья и сестры. Мы цари и священники. Мы должны научиться ходить в истину. И тогда дьявол подложен не только в церкви. А как мы пойдем туда, куда нас Бог пошлет? Мы будем говорить то, что Бог нам скажет. Почему мы поймем, что мы цари. Мы не от мира всего. Мы от Вышнего. Пока мы понимаем, что мы от Грека. Пока мы понимаем, что мы зависим от Януковича. От Ахметова. Зависим от разных людей, у которых сегодня власть и деньги. Что-то неправильно с нашими глазами. Мы новый народ. Созданный по образу Бога. Определенное то, что ты и я мы можем выполнить, как я сегодня проводил, это не под силу ни тебе, ни мне. Потому что это Бог определил о нас. То, что мы определили о себе, оно дожить нам не надо. Те курятники, те садари. То дерьмо, которое нам не надо. Мы не можем даже довольствовать не то, что Бог назначил, а нас не довольствием. Поэтому я искренне благодарен за это слово, которое Бог дал для этой церкви. Не только. Это не для этой церкви. Для этого народа. И не для этого, Анатолий. Здесь посланники есть. От народа России. Пастырь. Вот Анатолий. Может, знаешь, кто? Он не сильно давно был на приеме у Иисуса. Прошел в воскресенье из мертвых. Но он его отпустил, сказал, иди. Отпускай. Скажи народу моему, чтобы я хочу. Есть. И огромное спасибо. Давайте помолимся за, даже не за Филимон, за то, что на Филимоне и на этом народе. Пусть придет на наш народ. Пусть придет хотя бы на нас. Мы пообещаем Богу, что мы будем распространять это. Отец, я стою рядом своим помазанником, и я Твоим именем благословляю. Во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, чтобы благодать Твоя распространилась сегодня на Его жизнь, которая есть, как на нас, как на народе Бразилии. И то, что ты делаешь там, как Бог говорящий, пусть это придет в наши жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому сейчас я прошу вас. Когда Филимон выйдет и будет идти, передайте ему там деньги. И когда он будет идти, дайте ему в его жизнь. Он может быть, я не знаю, нуждается, будет не нуждаться. Это как семя, которое ты хочешь посадить в жизнь. Чтобы оно вернулось не гениально. Пусть Бог всех царит и знает. Просто положите семя в его сердце. В его жизнь. И когда он будет выходить? Вы прямо сейчас можете там, если служба подать, ты не сможешь идти. Или можешь пройти, посидеть, и сейчас его соберем. Через две минуты. Пустите. Пусть будет. Махатин вложить в церковь. Даже не тебе, а Бог. Потому что в тебе Тот, Который принес это слово. Пусть благодат изливается, переливает. Я жажду, чтобы это для Тот стал склеен. Я стоял на колехе, когда он меня вот. Я не хочу туда возвращаться. Я знаю, что это такое. Поэтому я как только твоя нация поделась. Это желание моего сердца. И поэтому я знаю, что если мы не будем ничего делать, мы не сможем стать склееном. Поэтому, пожалуйста, вложите. Просто это как семя свое. Благодат посеять. Благослови. Пусть благодать будет на твоем служении в Уктаине. Благослови. Спасибо тебе. Благослови. Спасибо тебе. Благослови. 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 соберите, соберите в конверт и передадите. Давайте встанем. У меня не греческая культура, но у меня восточная культура. У меня семейская культура. Что есть библейская? Давайте просто закроем глаза на 30 секунд. У меня есть библейская культура, но у меня есть библейская культура. Патрый всегда отвлекал наших отцов, оно лежит в двери. У меня есть библейская культура. Пусть это будет голос между тобою, между средним годом. У меня есть библейская культура, но у меня есть библейская культура. Библейская культура. Пусть это будет голос. Продолжение следует... 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 но через год я в феврале приезжаю в другом собрании я с мужем Божьим подобные щит подобного даю люблю тебя, знаешь, не знаю почему потому что тебя обижу самого себя так у нас много общего так тебя сломали так тебя унижали так тебя оскорбляли как притесняли и поэтому ты стал так близок к Богу я пришел к ей в другое служение апостол, помазанный человек думаю, зачем к нему пойти вы знаете, это скандал человек для многих но не для меня он для меня очень авторитетный человек сам я одевал же и муж Божий, который у него огостил я поехал говорю, я сам приезжаю я говорю, как я приеду в Большую церковь что-то не буду делать хотя раз пять был там и вот приезжаю опять зашел там по уголкам спрятаться где-то, что никто не заметил потихоньку пришел там в администратора что я вот тут, что-то они от меня хотят и дали слово когда я вышел вперед везем микрофон я вижу, что он сидит в первом ряду и вот руки в библии и конспект я помню, что он будет проповедовать у меня было большая и большая послание для этой церкви я его сократил на тридцать секунд без той сказок чтобы уступить ему еще раз хочу сказать это моя культура почитать вещества я должен послушать все-таки кто он такой что той же муж Божий сказал что так говорит Господь кляню с именем моим что я больше тебя не сломлю и ты увидишь великий плод твоей жизни я хочу узнать кто он такой я там что-то делал не помню оказывается пастор хорошо запомнил эту ситуацию и спрашивает до апостола это кто такой а как его найти или уже не достигают там какой-то сейчас Сынебес там помазанный муж Божий который ездит по странам проповедует но он не знает что я хоть хожу мучаюсь по городам и других мучаю и когда я появляюсь многие аппетит портят и не спят по ночам кто один это потом он мне сказал что он год меня искал я говорю так долго да еще никто так долго не искал вот он приглашали а пришел мы стали друзьями потому что подобный ищет подобного в этом местописании некрестиаст 3 глава 11 стих книга проповедника 3 глава 11 стих я мог бы сказать наизу снов не русский человек лучше почитаем наши нету места нет не крестивас все соделал он то есть все соделал Бог он был большим буквами я знаю что речь идет о Боге я тоже русский понимаю чуть-чуть все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил в мир в сердца их хотя человек не может постигнуть дел которые Бог делает от начала до конца это то что было в течение этих дней речь на мире Божьем который может нас защищать и оберегать и для меня огромное честь и привлек что в той день я оказался в том собрании и заметил этого человека настолько это пророчество был серьезным я до сих пор помню как оно озвучало в жизни этого человека что я заужен я хотел быть рядом с ним я хотел от него что-то получить я хотел от него и в лет когда начали интересоваться вами ой-ой-ой я очень не скажу потому что в христианском мире все гладко есть горки все люди ищут и комки и тому подобное я не знаю почему братья они были такие жестыки зерни хорошо не скажу я хочу сказать два исповедка которые я тоже никогда не говорил потому что сейчас муж Божий предлечен в Уйке когда он сказал я помню что это моя проблема с Богом я был пастором церкви тысячном один из пасторов не старший незаметный я всегда постараюсь быть незаметным я ответил я уже был в служении когда уже мы на разы не хотели убивать уже посадили избивали несколько раз угрожа была ежедневная я ходил от дома к дому от улицы к улице мне нигде никто не знал до членов пяти лет я открыл шесть церквей и такие большие там было по два пять человек всего лишь в глубоком азиатском горном культуре потому что двоих собрать это огромная проблема всего лишь шесть маленьких домашних группки которые никому были не нужны кроме мне пять лет ходил от дома к дому за меня я получал неоднократно избивали обокрали обвиняли писали потом начали писать в журнале газеты обо мне потом она часто известна потом взорвали думая что убьют я стал еще более популярным знаете есть ребята которые даже бомба не берут вот познакомьтесь стоит в программе 400 грамм тротила оказалось слабее чем я я сильнее чем бомба бомба сорвал а я остался живи потому что во мне живет мой творец который сильнее чем всякие бомбы как как можно убить того кто живет вечности от начала до конца бог живой внутри меня и меня невозможно убивать потому что я в боге бог во мне веря в нем он во мне но в пятницу спустя я бы сильно разочарован уставший никому не нужный одинокий несчастный проповедник я начал выступать в своей позиции один за другим и вот сиху девятом этаже у нас еще будет доклад отчество поэтому очень важно вы должны верить и дождаться бог что-то делает бог что-то делает поэтому не торопитесь служение оно не совсем окончено если возможно отложить отложите свой я услышал проповедник вот сижу девятом этаже у дворного брата и мой знакомый стучит дверь журналист знающий английский русский таджийский узбекский турецкий пять языков знает грамотный человек пришел к моему брату и говорит пусти меня а это мой выходной я сижу один борюсь самим собой никому не нужен уже тысячи людей приемлем с господом никакого толка когда я сам уже нуждаю спасение и вот мой выходной стучит двери и открывает дверь и мне больно в сердце я не могу его принять потому что надо ему служить я сказал что брата нету и он ушел о чем я сегодня это рассказываю что после того я этого человека больше не увидел когда я закрыл дверь я знал что это был тот посланный человек который был спаст многих многих и через неделю он умер приняв сердце в своих позициях до сих пор никто не знает как случилось так и всякий раз когда я вспоминаю этот случай мое сердце кровью обливается потому что я человек который несколько тысяч людей привел к Иисусу в 11 странах лично сам не говоря о тех параллельных моих материалах которые работают повсюду некоторых приведут до 25 языков но этот случай до сих пор меня достает всякий раз когда я вспоминаю дверь закрывал перед человеком мне становится болно потому что у меня была возможность я мог глубже распасти но второй случай я пропущу потому что один и тот же история сегодня хочу вам сказать друзья мои что если цель нас на земле кроме одного пира который ты хочешь готовить Иисусу ты хочешь чтобы Иисус возрадовался и сел на балшон в столе где могут миллионы людей вмещаться хочешь чтобы прямо сейчас на небесах был заказ ампир тогда видели два часа в месяц готовься к этому пора распастись молись готовься не всем подряд призывай не бери одного человека и начни дружить и донеси ему слово и когда он примирится с Иисусом ты угостил твоего Господа громадным столом на небесах и там миллионы ангелов сидят вместе с ним и перечисли еще один потерявший спасти еще один потерявший спасти еще один насущный евангелие не знаю как правильно звучит или нет этим занятым я занимаюсь 15 лет был в 11 странах как я уже сказал и много церквям помог из нуля чтобы они восстановились но иногда сижу думая думаю я ничего не делаю я сижу и думаю вообще зачем я родился иногда сижу и думаю я сам несчастный человек на земле это я рассказываю потому что это голос я слышу как у тебя звучит в душе зол твоей души крик твоей души до небес поднимается я хочу тебе сказать перестань заниматься самым собой начинай заняться делами господа это человека не любят христиан я знаю как и меня тоже но ничего Иисус Христос любит он доказал это своей любовью на голгофе на кресте давайте просто сейчас встану еще раз на минутку я занял лишнее время потому что по другому я не могу это моя наречия это моя культура меня самого тошнит от такой наречия но по другому не могу я хотел быть харизматом как многие но не получается поэтому я могу танцевать ощущаться на чуть-чуть харизматом среди харизматов я могу тихо говорить человек баптистей помнишь я с ними тоже я могу креститься чтобы православные приняли меня за своего мания не принимают несколько раз крестился и меня чуть не сбили поэтому мне стоит это делать да потом что я неправильно сделал потом как по-другому я хотел пятиградных служений креститься они меня назвали этот икон но друг мой тебе Господь крестит духом с этим огнем и вложит сердце в твоем мире который никто и ничто не может отлучить назад любви Божьей во Христе Иисусе Господе наше я сегодня сказал твою историю как одного человека игнорировали он умер и до сих пор мое сердце мучается первый раз при собрании исповедовал свой грех еще был второй ужасный лет я воздешиваюсь потому что время во первых я сказал об истории этого человека как я увидел Сергея Яковлево города Киева когда муж Божий пророче слонем ты видишь что клянется Господь именем своим что тебя больше не сломает нас много сломали нас много использовали нас много хотели остановить свои лицу жили я пришел в одном конференции сказал спикер можно пять минут умоляю умоляю что сказать я хочу потрясить пастыров что они пригласили что я ездил по городам и проповедовал Евангелие а он сказал он не год ты молчишь хочешь ты хочешь ездить по городам ищут пастыров и деться перед последним ряду и времена и слова я хочу сказать такую историю сто раз было в моей жизни но я не сдавался я ездил от конференции конференцию не потому что я любитель конференции потому что в моем сердце горит огонь потому что я хочу служить невесту которая в теле Христова и сам Господь лично послал меня чтобы я служил ее невесты но хочу тебе сказать до сих пор меня не дают служить ей но это меня не останавливает здесь ты комитет есть мне куда пойти пойду в соседний город и глядь аллилуйя дальше пойду я тебе занимаюсь 11 лет честно пастырюра 11 лет меня выгоняют я думаю вот какой я сильный парень не сдаю специально они меня раздражают мальчик еще больше они мне клевещают один на день сказал ты самый несчастный человек потому что ты других ну хорошо не скажу не скажу но эти слова меня не останавливают я дам тебе гарантию я пойду дальше я приеду полча я приду к вам а вот полча я ангелия они меня сейчас зовут давно между прочим я специально подставляю что все обещания раздражались раза в три уже пригласили за свое время я приеду в полчу я приеду в Донецке еще раз чтобы мучить вас хорошим мучением для Господа Иисуса Христа чтобы человек унизился а Христос возвеличиваться на это собрание давайте просто поднимем свои руки еще раз закроем глаза по восточной культуре так мне проще молиться когда на меня смотрят такие очень важные люди я стесняюсь я не знаю что сказать вы закрыте глаза мне легче открытые глаза молиться на самом деле вы глаза закрыли мне приятно стало потому что на меня никто не смотрит потому что это меня принимает как героя но дорогой друг это неправда я внутри мучаюсь я сам несчастный человек в истории человечества я борюсь не искать самооценки я борюсь нищетой я борюсь одиночеством хотя у него много средств и финансов мне часто себя ощущают самым безбогим человеком вот такого Бог использует не смотри на меня точно мой друг возвеличен что я воскресший и мертвый да я пережил клинический смерть но хочу сказать что тебе больше средства тебе больше возможностей хоть ты более красив ты больше знаешь языки и возможности чем я если вот такой человек как я который родится в маленьком селе в горах до сих пор не знает что такое компьютер или использует мобильным телефоном если мест посылать не сможет и такого Бог использует то знай тебе можете еще больше использовать потому что внимательно смотрю на зал у вас открытые глаза у меня открытые я любую с вами потому что знаю что у каждого из вас больше возможностей чем у меня я не лягу перед Господом потому что вижу вас внутри кто вы такие цари-священники пророки помазанные ибо красота дочери царя внутри его я вижу это чем чужими внутри каждой женщины которые находятся в этом собрании и твое послание не просто послание оно ждет многие твоего послания что через твою судьбу судьбы многих людей изменились я вижу этих молодых людей которые борются какие трудности но для того ли ты борешься чтобы ты из этой собрании мог повлиять на те люди которые живут реально подруг я благословляю вас именем Господь и близкие были спасены они хотят чтобы друзья и родственники были для царства небесного они хотят чтобы все святые крепкие сильные богат и щедрые и помоги нам исполнить волю твою ибо благословим Благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за Твое присутствие. Благодарим Тебя за эту благодать, за это время, Господь, когда Ты приходишь и посвящаешь нас, Господь, во имя Иисуса, Бог благослови нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу немножко взять то же время, потому что так внутри сегодня, после первого служения это было. Услышьте, пожалуйста, у Бога был один единственный Сын, и Он сделал Его миссионером. Не бизнесменом христианским, но он может быть разных направлений, потому что посланничество, миссионерство, то, в чем пришел Иисус на эту землю, оно сегодня есть у нас в церкви. Единственный Сын сказал, ты будешь миссионером, не пастором. Нет, пастором, миссионером. Потому что, что такое миссионер, и то, о чем он говорил сегодня, Владимир Григорьевич, за свидетельство, за наше личное. Я не знаю, кто когда пришел к Богу. Я пришел к Господу, слава тебе Господи, в 92-м году. И у нас так получилось, что, когда мы ехали со служения домой, у нас были служения три раза в неделю. Пастор не даст обмануть. Ни один автобус, ни один троллейбус не услышал в Евангелии. Мы даже ехали куда-нибудь на базар с товарищем, мы всегда, ну что, давай-ка проповедуем, давай. Для нас это было, как семечки полоскать. Говорит Евангелие, когда ты последний раз проповедовал в автобусе, в троллейбусе? Слава Богу. Харалюя. Девяносные возвращаются, значит, обновленные. Харалюя. Потому что миссионерство это то, что, ну, это имеет такое помазание постоянно приобретать. Я еще не видел ни одного миссионера, который бы поехал куда-нибудь, чтобы все потерять и разрушить. Сама идея миссионерства, я имею в виду миссионерство не то, что когда ты куда-то едешь. Даже то, что ты живешь и ты проповедуешь кому-то, своему соседу, ты уже как миссионер. Ну что ты, кто такой миссионер? Послание. Мы посланы. И сама вся идея миссионерства это приобретать. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Давайте мы прочитаем. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его, миссионеров. Сам Иоанн Иоанн сказал, что так вас убил Бог в мир, чтобы он пришел спасти, чтобы он пришел приобрести, забрать, вернуть. Это то, чем сегодня мы, я думаю, но я верю, что то, чем мы сегодня пропитываемся здесь, исполняемся Духом Божьим, это не для нас. Это делает тебя просто сильнее для того, чтобы исполнить то, к чему Бог тебя призвал. Мы призваны, мы не оставлены сиротами, нам дан Дух Святой, нам дано все необходимое. Мы призваны, потому что Христос пострадал, оставив нам, что Он нам оставил. Пример. Что такое пример? В нашей жизни должны потухнуть все звезды во имя Иисуса. И горит только одна звезда – Иисус Христос. Наш пример во всех отношениях. Потому что, когда мы смотрим на звезды, я имею в виду, на людей, когда они падают, ты следом полетишь туда. Тебя ждет то же самое. Но есть одна звезда, которая никогда не гаснет, которая однажды уже зажглась, с которой мы можем брать пример. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. А Дух Господа – это миссионерство. Дух Господа… Он говорит, я хочу все приобрести. Дух Господа… Бог говорит в Тимофею, по-моему. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот он Дух Господа. Поэтому, когда мы соединяемся с Господом, то выхлоп нашего соединения, говоря о доле и о теме, о чем сегодня Юра говорит. Вот она моя доля – приобретать души. Вот она моя доля. Дух Господа, когда мы соединяемся с Господом, то выхлоп нашего соединения – это не супер какая-то там духовность или что-то такое. А? Индия. Аминь, пастор. Выхлоп – это то, что мы будем идти, потому что то, что мы получаем, мы не можем это удерживать. Потому что, если ты действительно получаешь, если это не просто религиозная жизнь или религиозная молитва, молитвенная жизнь во имя Иисуса Христа, нам дан пример, и мой пример сегодня, и твой пример – Иисус Христос. Аминь, аминь. Аминь. Вот это наша задача. Так хочется, чтобы мы сегодня действительно взяли это в свою жизнь как планомерно планомерно приобретать души для Христа Аллилуйя приводить людей к Богу это самое первое предназначение твое и мое на земле предназначение церкви путь Господь Бога славит нас всех во имя Иисуса Аллилуйя хотелось бы сказать доброе утро церковь с утра хотелось бы сказать добрый вечер церковь я хочу вам сказать что в моем сердце уже долго и вчера уже поднималось слово и я его сдерживал я его сдерживал я просил чтобы Бог давал подтверждение чтобы давал подтверждение и Бог давал подтверждение но я еще просил еще чтобы Бог давал подтверждение но я верю что это слово которым я хочу поделиться с вами Я верю, что многим это слово поможет. И что, возможно, для кого-то сегодня это слово будет пророческим словом. Я хочу, чтобы... Я постараюсь коротко. Давайте мы откроем себе 60-ю главу Исаии. Я хочу ему отдать слово сейчас. Ему я хочу отдать голос. Я хочу, чтобы слово, которое Бог направил к Исаии, и которое... Вы верите, что пророческое слово, которое Бог говорил пророкам, что это не только слово на тот момент тому конкретному пророку, для народа, который жил в то время, когда говорил пророк. Вы верите в это? И я тоже верю. Я верю, что это слово, это слово сегодня к нам, ко мне и к тебе. И я хочу, чтобы мы открыли себе 60-ю главу и 1-й стих. Мы уже, может, сотни раз читали это слово. Возможно, вот, особенно вот у нас просвещение Христового, возможно, в этой теме мы уже долго сидим. Но смотрите, очень важно, чтобы мы поняли просто в чем даже глубина вообще познания света и пребывания в сиянии его славы. Давайте мы еще раз прочитаем себе это место. Первый стих, 60-й главы. Устаный Исаий, Бог говорит нам, восстань, свечись, Иерусалим. Кто верит? Ты веришь, что ты Иерусалим? Почему ты Иерусалим? Потому что слово говорит о том, разве вы не знаете, что вы храм Бога Всевышнего? Что Дух Божий живет в вас? Вы храм. Храм находился где? В Иерусалиме. В городе мира. Город покоя. Город мира. Вот, и ты Иерусалим Божий, в которого центре стоит храм. В тебе Дух Святой. В тебе живет Бог. И поэтому Бог призывает тебя. Восстань и светись. Ты не можешь светиться, если ты не восстанешь. Не сможешь светиться, если ты не восстанешь. Я хочу, чтобы мы просто сосредоточились даже на этом первом слове. Вы много говорили о просвещении, о сиянии, о свете. Но просто нам нужно восстать. Что такое восстание? Мы сегодня смотрели этот ролик, да? Мы говорили о том, что происходит в Египте, да? Что происходит в Ливии. Люди поднимаются, да? Даже по плоти. Бог разными способами дает просто показывать желтый свет. Желтый свет. Он показывает, что происходит. Смотрите, не только люди поднимаются. Люди восстают. Люди... Что такое восстание? Это протест. Если мы протестантская церковь Украины, мы не можем не восстать. Мы не можем не пойти на Майдан. Нам нужен Майдан, но не оранжевый Майдан. Нам нужно понять, что то, о чем сегодня говорилось. Твой Майдан, наш Майдан, это наша площадка на нашем этаже, в нашем доме. И если есть три квартиры или четыре, наш Майдан, это наша площадка. Наш Майдан, это перед подъездом место, которое расположено перед подъездом. Наш Майдан, это наши улицы. Та улица, на которой ты живешь. Та улица, возле которой находится твоя работа. Может, просто мы должны понять, что не сможем мы светиться и не сможем мы приготовиться на приход нашего возлюбленного, если мы не восстанем, если мы не сопротивимся. Это вообще, когда, я спрашивал тут у Евгения, как в армии на русском, да, когда командир дает приказ и тренирует солдатов, да, когда говорят, падай, да, как там, ложись или как? Лечь, да? Говорит, лечь. И он может спрашивать, а зачем? Но вы знаете, что в армии никто не дискутирует с тем, кто выше него. Если ему сказали, лечь, да, он тогда ложится. И как вы знаете, ну, для меня, для поляка или поляка, или кто как любит, да, кому как проще, для меня, как бы, это звучит, вот, ложись, для меня, как бы, для человека, который не воспитался в этой культуре, это слово ложись, это просто, знаете, лечь и отдыхать. Но вы понимаете, что в армии это, на польском это вообще звучит, падни, повстань, падни, повстань, когда солдат падает и когда встает, когда падает и когда встает. И здесь мне написано, Бог сказал через Исаию мне, просто встань. Мне сказал встань. Если ты сидишь, можно тебе сказать встань. А если сказано, восстань, восстань, восстают, когда лежат, восстают. Восстанавливаются руины, восстанавливаются. Восстанавливается то, что было уничтоженное, то, что было просто растоптанное, да, восстанавливается. И нам нужно восстать. И я хочу, и я приехал сюда, чтобы молиться, чтобы произошло что-то заново в моей жизни. Чтобы Бог действительно направил меня еще четче, да, еще на правильный путь. Просто, чтобы во внутренности моей, чтобы вошла новая ревность, новый огонь. Чтобы я просто не смотрел, так как, смотрите, и в Египте долгое время ждали. Долгое время сидели и долгое время соглашались. И может где-то кто-то выходил и говорил, вот у нас низкие зарплаты, вот нас там унижают, вот у нас то. И знаете, восстание, оно всегда начинается с таких маленьких, что-то мне не нравится, что-то не так, что-то должно быть по-другому, что-то может быть лучше. И поэтому Бог говорит сегодня нам опять и заново, просто. Иерусалим, Иерусалим, город мира, в тебе есть мир, в тебе, внутри тебя живет Бог, который называет себя князем мира. Иисуса называли князем мира. Смотрите, и если мы, Иерусалим, если мы город мира, если в нас Дух Святой в центре, в Духе, в нашем сердце живет Дух Святой, то мы призваны, чтобы восстать, чтобы что-то в нас поднялось. И когда мы сегодня, я вчера специально, я просто присматривался, и сегодня, когда шло служение, я потом спрашивал еще у пастора Галины, я спрашивал, какое ваше ощущение, переживание. Я чувствовал, реально, я там стоял, я слушал, как многие проповедники говорили, многие проповедники делились откровениями. И я слышал, как просто, я чувствовал, как бы, какая-то давка, понимаете, как бы, ну не знаю, где-то там стадо каких-то колдунов. Просто увидела на входе, на входе там увидела вот это объявление, да, о том, что здесь происходит конференция, и что здесь будут происходить необыкновенные вещи. И когда они собрались и колдовали, чтобы здесь просто ничего не получилось. Но когда потом, вторая, как бы, пришел момент, правда, когда действительно Бог высвободил силу. Когда мы действительно, что-то начало подниматься в нас внутри. И во мне тоже поднялось. И я уже снарский, я не сдерживаюсь. И смотрите, я еще хочу обратить внимание ваше, ну, я хотел коротко, но, наверное, не получится. Давайте, тут просто много, тут можно было каждым словом проповедовать отдельно, да. Смотрите, четвертый стих. «Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочери твоих на руках несут». Это говорится о чем? Говорится о том, что у Бога есть уже конкретное откровение. У Бога есть уже конкретные люди, есть сыновья и дочери, которые были в плену, которые были в чужом государстве, которые были под чужим царем, которые были унижены, которые были просто, которые были лишены своего родного. И Бог говорит, восстань, восстань и светись, и к твоему свету уже идут народы, но, чтобы ты это увидел, что нужно сделать? Возвести очи свои. Дьявол, он, знаете, он пользуется такими пугалками. Он как, знаете, как каждый там командир, да, в армии, он хочет нас пугать. И, знаете, вот это почему, Боже, почему тренируют, да, солдатов, почему у нас тренируют, почему мы знаем даже вот эту команду «Лечь встать, лечь встать», да? Потому что, когда идет война, когда идет бомбардировка, когда налетают самолеты, тогда всем кричат «Ложись!» Почему? «Ложись!» Потому что опасность. И, вы знаете, дьявол всегда хочет нас пугать, и он кричит «Ложись! Ложись! Не поднимайся! Ложись!» Там безопасно, близко земли. Там просто безопасно. Там ты чувствуешь почву не только под ногами, там везде это чувствуешь. И под животом, и везде, и ты весь прямо лицом уже в болоте, да, в этой почве. И он хочет, чтобы ты там оставался. А Бог говорит «Восстань! Восстань!» Дьявол кричит «Ложись!» А Бог говорит «Восстань, Иерусалим! Восстань!» Вы знаете, мы любим цитировать, и мы любим молиться, и даже петь. Есть такая песня, правда? «Восстань, Господь, и рассеются враги твои!» Да? Мы любим эту песню. Любим. Но никакие враги не рассеются, и Бог не восстанет, доколе не восстанешь и не будешь светиться. Иерусалим! Чтобы Бог восстал, и рассеялись враги Его, нужно, чтобы восстал и светился Иерусалим. Поэтому давайте мы начнем не только народное, а просто международное. Я не знаю, вы заметили или нет, но просто был момент, когда на этой сцене, на этой сцене стояло 4 человека, которые представляли вообще разные места, разные страны и разные народы. И вот здесь написано, к твоему свету придут народы. Придут разные народы. Это уже исполняется. Потому что здесь начался процесс священия, сияния, да? Сияния. И поэтому вот был бразилиец, был бразилиец, есть поляк на этой сцене, был таджик, да? Был украинец, который и аргентинец, и который англичанин или великобританин. Просто начнется великое движение. Великая Россия, да? Начнется великое движение только тогда, когда восстанешь и начнешь светиться Иерусалим, город мира. Халилуя! Слава тебе, Иисус! Халилуя! Итак, если есть у тебя поделиться откровением, тогда быстро я удаю микрофон даже вниз вот сюда. То, что ты пережил во время вот того, когда Дух Святой действовал на это, только четко, коротко и ясно. Не удерживай. Если есть откровение, если есть видение, тогда, пожалуйста, если я буду слушать, что что-то не так, я просто спокойно заберу у вас микрофон и все. Поэтому не бойтесь, выходите, высвобождайте. Не думайте, ой, ну что-то я не так сделала. Если не так, я заберу у тебя. Давайте, пожалуйста. Коротко. Технология освобождения от наркозависимости срочно. За наркозависимого надо молиться точно так же, как молишься за собаку и комара, который тебя вот-вот укусит из-за человека, который уже идет на тебя с ножом. Вот. Если ты срочно не домолишься, ты станешь жертвой. Точно так же за наркозависимого. Потому что если срочно его не освободишь, он опять станет жертвой бесов. В чем проявляется вот эта вот опасность быть жертвой? Человек, например, вот он неверующий, да? 40-й псалон, 9-й стих, пришло на него слово дьявола, и он смог не встать ему более. Неверующему приходит слово, вот там вот, видишь, лежит, укради. Он не ворует, он не примет это. И оно просто ушло. Дьявол послал, он ушло. А наркоман, сейчас объясняю. А дьявол дает ведение человеку, чтобы он это слово принял. Бесы собрались, и они говорят в него, говорят, говорят, слово посылают, чтобы человек принял. Он их вызовут, Лариса. Садитесь на сонности. Несколько месяцев я уже умолюсь и прошу, и говорю, Господь, что происходит в церквях? Почему народ на коленях? Мы действительно были на коленях. И вот что он мне показывал. Он мне показал двадцать третий стих и сказал, поднимитесь, врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Поднимитесь, поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь, он сил царь. Я встала говорить, Господь, я не понимаю, что ты мне говоришь. Я знаю, что мы все в чем-то действительно находимся в том, чего многие из нас не понимают. И он мне сказал, да, умножаются скорби у народа моего. Сатана вел в заблуждение многие церкви и показал, я увидела, это дух мира вошел в церковь, и который сидит, он уже взвесил ноги. Но вы, он сказал, поднимитесь, каждый в своем, начните со своего дома, запретите сатане. Каждый из нас в посте, на литве, чтобы поднялись и установили свою власть, ту, которую нам дал Бог. Он сказал, следую вам власть, наступать на змеи и скорпионов, и ничто вам не повредит. Но многие из нас боятся, многие не поднимаются, и сейчас об этом говорится. Так вот, мы должны подняться, утвердить всю власть и силу Господню, хотя бы начать со своего дома. Тогда мы, церковь, поднимемся. Я задала вопрос Господь, почему? Почему в церкви не спасаются народы? Он говорит, потому что вы сами не можете утвердить. Мое царство у себя со своего дома в церкви, а потом пойдете в другие народы, потому что они ждут. Время коротко, дорогие друзья. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы цари, и нам дана эта власть и сила, и могущество, с которым мы должны идти. Поднимаемся с колен и делаем. Во имя Иисуса Христа. Да и Аминь. Я увидела огненный шар. Огненный шар. И я увидела линзу. Это линза, это вы. Пока мы направлены на Бога, Божий свет, Он может делать пожар. Просто я увидела, и я слышала, как Бог сказал, я хочу зажечь пожар. Я призвал, чтобы быть пожаром. Туда, куда ты приходишь. В какой сцене бы ты не находился. Ты должен зажигать. У тебя функция быть зажигалкой. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Да, Иисус. Да, Иисус. Бог хочет поместить свой огонь внутрь тебя. Но не сжечь тебя, а чтобы пойти в мир, чтобы понести его огонь. Чтобы пожарателем быть. Во имя Иисуса, это твое служение. Будь пожарателем. Спасибо. На самом деле, слава Богу за молодых людей. Дорогие люди, я увидел духовную войну во мне. Ну, духовная война. Что не надо отвергать Иисуса Христа, который отдал нам любовь, которую мы должны принять. И не вестись по воду дьявола, который хочет нас заманить. Какая была цена заплачена. Бог отдал Иисуса Христа во имя любви, и он ушел на крест. А мы отвергаем его, идем по поводу дьявола. Не гордитесь этим. Кто возвышится, тот станет ниже. А кто ниже, тот возвышится. И любите друг друга, как братья. И все. Спасибо. Это все интересно, да? Больше ни у кого нет. То, что бы я для себя взял, это одно, то, что я вижу, что Бог вовладил. Это молодая девушка. Которая Бог конкретно вовладил в сердце. Это то, что назидает не только ее, это назидает и тебя, и меня. Поэтому если тебе Бог поместил к назиданию, зачем тебе ходить в себя? Быстро выбери сюда и скажи, и на этом мы перейдем к другому служению. Да, на сейчас. Беру. Я только решила своей телесказать, она не вам молчать. Я должна сказать, что никогда не надо сомневаться в Божьей любви. Потому что это такая сильная любовь. И мы себя сами наборачиваем, он нас не любит, он не любит нас. И он всегда нас слышит. Всегда. Даже если нам кажется, что мы не скажем, он слышит нас. Поверьте, это так. Время Иисуса. Аллилуйя. Господь, я люблю тебя. Слава тебе. Слава тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Все. Еще две вещи. Мы будем подрочествовать. И соберем пожертвование, как ответится. Я вижу, как помазание приходит. И то, что Бог уже запланировал для этого служения, мы не можем остановить. Я не знаю, как ты, но я чувствую, что... Да, ты устал. Да, я знаю, что ты устал. Но я чувствую помазание сейчас. Как будто Бог не может быть контролируемой твоей усталостью. И сейчас я вижу помазание, которое расходит. Потому что Бог знает твое сердце. И даже где-то будет совсем неправильно. Бог знает твое сердце. Бог поместил свое желание в твое сердце. Бог поместил. Поэтому, пастыря, выходите на сцену. Дайм на сцену. И люди будут сейчас приходить сюда. Пастыря, выходите. Пастыря, выходите. Бог хочет использовать. Я повторяю, выходите. Это не от желающих и не от подвязающих. От Бога Миловича. Все, что мы должны делать, просто передавать, как труба. Или быть злашатами. Теми, кто просто возвращает и все. Я не умею подоточенствовать. Я не умею ничего. Поэтому я и нуждаюсь в нем. Он может все. Он может все. Кто-то ожидает от Бога сегодня. Что Бог что-то хочет вложить их сердце. Походите сюда, пожалуйста. И те, кто ожидает от Бога, это свидетельствует. Это не просто. Я же не думаю, что эти люди просто так пришли и накрутили себе. Я ожидаю от Бога. Я верю, что Бог приготовил. Бог приготовил. Это как-то Наташа организму пустит, чтобы в одну сторону и пришли, чтобы не было толкучки, потому что это не много. Кому только будут говорить в сердце, вот посередине, по бокам пусть расходятся. Или как? Наташа возьми микрофон, поможем. Сейчас мы помолимся, согласимся. И я вижу, как это Бог уже действует. Каким образом. Молись, сейчас будем молиться. И Бог будет тебе даже давать понимание, Дух, кому ты должен что-то сказать. Все, что нужно делать, наступить, первый шаг, это ты наступаешь на себя. И все. Ты не будешь знать до конца, я не знаю до конца ничего, но когда я начинаю действовать, оно действует. Оно происходит. Бог движется, Бог живой. На имя Иисуса Христа. Поэтому давайте, чтобы был порядок. Вот вам удобно будет валить. Давайте согласимся, возьмите саду. Возьмите саду и скажите, Иисус, я верю. На сцену не надо выходить, Наташа. Говорит, ты на сцену. А когда что, на сцену? Ведь я требую, что я твой слуга. Во имя Иисус. Амин. Я никто иной, как твоя труба. Я вожден для этого. Я вовы в жизни людей. И я буду это делать. И мне это нравится. И я люблю это. Потому что ты сотворил меня для этого. Аминь. 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 Благодать Божья. Начинайте молиться, кого эти девцы пожили. И сами, пожалуйста, пусть это будет дух ожидания. Это никакое не колдовство. Это будет подтверждение тому в основном, что Бог уже тебя оладил 10 лет назад. Или 15 лет назад. Или лет назад. Или на этой конфиденции Бога в этот момент. И война пусть благодать Божья. Она плечет через тебя. ВОИНЬЕ 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 ВОИНЬ Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...